Здравствуйте! Я приветствую вас на своём канале! Сегодняшнее моё видео содержит не столько рецепт, как сварить холодец или заливное, сколько идеи, как его оформить. Вы можете варить так, как вы привыкли. А моё видео, я надеюсь, вдохновит вас на необычное оформление этого блюда. И, возможно, вы даже придумаете что-нибудь своё, новенькое. Хотя этот ролик не про то, как варить холодец, но на всякий случай скажу пару слов, как это делаю я. Сегодня я взяла 3 куриных окорочка и 2 свиных ножки. Такие они у меня небольшие. Варю холодец я в скороварке. Это очень упрощает процесс и ускоряет его. Не нужно варить, как некоторые, целую ночь или целый день. Хватает буквально 1 часа после закипания. Ну, плюс время на то, чтобы скороварка остыла и можно было её безопасно открыть. Если я варю свинину с говядиной, значит требуется где-то 1,5-2 часа на саму варку. Ну, вы, конечно, делаете так, как вы привыкли. Потому что у меня даже мама ещё 30 лет назад уже пользовалась для приготовления холодца скороваркой. Такой ещё старенькой, савдеповской. А сейчас, конечно, появились скороварки более современные. Она у меня такая небольшого диаметра, при этом она высокая. Ну, тут, в принципе, модель большой роли не играет. Далее, добавляю сюда лавровый лист. Буквально 2 цветочка гвоздики. Если вы её любите, значит добавляйте больше. Если не любите, лучше вообще не кладите. Также я добавляю чёрный и душистый перец горошком. Также кладите по вкусу. 1 чищеную морковь. Обычно, когда я варю простой холодец, я морковь не добавляю. Но в данном случае она понадобится для украшения. И соль по вкусу. Теперь я всё заливаю холодной водой. Вода должна быть немного выше мяса, примерно на полпальца. Поэтому её количество зависит от количества мяса и от диаметра вашей кастрюли или скороварки. И, кстати, ещё одно большое преимущество скороварки в том, что вода не выкипает. Теперь накрываю крышкой и закрываю как положено. Всё. И отправляю на газ. Теперь, когда у меня всё сварилось, бульон я процедила. Мясо отделила от костей и порезала на мелкие кусочки. И подготавливаю специи. Чеснок пропускаю через пресс. Добавляю сюда чёрный молотый перец и молотый мускатный орех. Все специи добавляйте по вкусу. Я взяла где-то чайную ложку перца и пол чайной ложки мускатного ореха. И перемешаю. Отправляю это всё в бульон. Бульон у меня ещё достаточно горячий. И сюда же добавляю желатин, который я приготовила согласно инструкции на упаковке. Залив его тем же бульоном. По количеству желатина ориентируйтесь сами. Потому что это зависит и от качества желатина, и от количества бульона, и от того, из чего вы его варили. Я взяла примерно на 2 литра бульона 20-25 грамм желатина. Теперь всё это размешиваю. Попробуйте соль. Если вам мало, значит добавьте. Бульон должен быть не очень горячим, но и не холодным. Возьму немного хрена. Хрен у меня так называемый сливочный. То есть в его состав входят сливки. И дополнительно подкрашивать мне уже ничего не нужно. Если же вы берёте обычный, значит, чтобы подкрасить, добавьте немного сметаны, или майонеза, или творожного сыра. Добавлю сюда бульон. Размешаю. Процеживаю. Я взяла такую вот форму. Обязательно ставлю её на доску. Теперь на дно некоторых формочек я отправлю укроп. А некоторые оставлю просто так. И теперь заливаю белый слой примерно на 1 третью, 1 четвёртую формы. И отправлю в холодильник для застывания. Ну вот, всё застыло. И теперь я выкладываю кусочки мяса, перемешанные с болгарским перцем. Будет очень вкусно, если вы добавите сюда пюре, сделанное из болгарского перца, маринованного или запечённого. Ну, в крайнем случае можно добавить кетчуп или томат-пасту. И теперь до края я заливаю бульоном. Ну, и таким образом заполняю все формочки. И отправлю в холодильник для дальнейшего застывания. Далее я беру следующую форму. И мне нужно сделать, чтобы она стояла вот так под углом. Если она у вас держится, значит ничем не закрепляйте. Но я на всякий случай использую вот такие зажимы для пакетов. Можно использовать большие скрепки. И так вот прижимаю. Для этой формы я буду использовать кукурузу, морковь, которую я варила вместе с мясом. Сюда я добавила немного зелени. Само мясо. И для украшения я буду использовать такие цветочки, вырезанные из той же морковки. Я просто вот так положу их на дно. А также варёные грибы. Грибы я буду использовать чуть попозже в других формах. А здесь я возьму их только для украшения. Свежие шампиньоны для этого я отварила в подсоленной воде. Немного добавила уксуса и специи. Варила примерно минут 8-10. Теперь я беру немного мяса и перемешаю его с морковью и зеленью. Выкладываю начинку на половину формы по диагонали. То есть на ту половину, которая у меня наклонена вниз. И эту же часть аккуратно заливаю бульоном. И убираю в холодильник, чтобы этот слой тоже немного прихватился. Ну и теперь осталось доделать это заливное. Я убираю крепление. Всё прекрасно застыло. Держит форму. И на другую половину я выкладываю второй вид начинки. Я смешала мясо, сметану, хрен и кукурузу. Заливаю до края. И опять убираю в холодильник. После того, как всё застынет, заливное очень легко извлекается из силиконовых форм. И выкладываем на тарелку. Ну вот, посмотрите, какая получается красота. И таким же образом извлекаем из остальных форм. Кстати, если вы делаете в нескольких формах, так же, как и я, чтобы не занимать много места в холодильнике, я ставлю формы вместе с доской друг на друга, в несколько этажей. Конечно же, до подачи заливное мы храним в холодильнике. И извлекаем из формы непосредственно перед подачей на стол. Украшайте по своему желанию. Ну и последняя форма. На дно я налью понемногу бульона. И положу по кусочку помидора. Можно использовать огурец, или ту же морковку, или грибы. В некоторые добавлю зелень. Ну вот, в одну я положила кукурузу. Ну и, как правило, в последнюю форму я уже отправляю всё то, что осталось. Мясо с грибами, морковь. Добавила немного перца. Можно добавить той же кукурузы. Можно сделать просто из мяса. Такой чисто мужской вариант. Раскладываю начинку. Слишком плотно не утрамбовываю, чтобы было место для бульона. Заливаю бульоном до краёв. И отправляю в холодильник. Я надеюсь, что данное видео вдохновит вас на то, чтобы сделать подобную закуску к столу. А я желаю вам удачи и приятного аппетита! Не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...